Чувствую себя каким-то молодым начинающим фотографом, который получил задание нафотографировать всякой х**. Быстро фотографируемся, а я иду. А с кем это согласовывать надо? Вот так вот записывают, чтобы не забыли. Выглядит странно со стороны, я верю. Во время похождения по городу родилась идея, Как возможно развивать навыки в плане композиции Как возможно решать какие-то композиционные решения Какие вообще возможны приемы Задание очень простое Вы берете камеру в руки и выходите на улицу И вы выставляете таймер на определенное время Пускай это будут интервалы по 2-3 минуты И вот эти 2-3 минуты, каждые 2-3 минуты Вы должны переходить на какое-то новое место На какую-то новую локацию И в этом новом месте, в этой новой локации Вы должны делать как минимум несколько снимков Пару снимков Не важно, что это будет за место Вы должны в этом месте найти что-то интересное Скомпоновать кадр определенным образом Я себе усложняю задачу тем, что у меня фиксированный объектив У меня нет возможности подойти, зумировать То есть вариант такой не проходит Не факт, что что-то из этого получится красивое и эстетическое Но тем не менее, почему бы не испытать на себе такой челлендж? Мы ходим по улице, выставляем таймер на каждые 3-5 минут В зависимости от того, какой у вас район, в каком вы городе Я нахожусь в центре, поэтому я наверное поставлю таймер на пару минут, может быть даже на минуту Для того, чтобы чаще делать фотографии И как только срабатывает таймер, я начинаю делать какие-то фотографии Если мне попадается в этот момент человек Моя задача с ним заговорить, пообщаться и возможность сделать портрет Если так получите Это некое такое железное условие для самого себя Телефон отсчитывает время, смартфон отсчитывает время Ваша задача по истечению этого времени находить что-то интересное Неважно, небо, пол, забор, тучи Все что угодно, все что попадает в вашу рамку, в вашу рамку объектива Вы должны красиво скомпоновать Let's get started! В общем, по истечению времени задача находиться на одном месте И не отклоняться от маршрута, ну там на расстоянии 2-3-10 шагов Ну то есть находиться плюс-минус в одной локации Это очень важно После того, как ты сделал там несколько кадров Либо не нашел ничего, переходишь в другое место Но, кстати, не нашел ничего В любом случае нужно сделать как минимум 1-2 фотографии Пускай даже ничего А потом будем смотреть, сравнивать, что у нас из этого ничего получается Вот такие вот легкие и незамысловатые правила В принципе, можно замедлять или ускорять шаг Если ты видишь, что ты подходишь уже к какому-то интересному объекту Но главное не останавливаться То есть задача рассматривать все по сторонам И искать интересные предметы Ну, честно скажу, это выглядит как какое-то безумие Я провожу этот эксперимент впервые Вот пока ничего интересного у меня не получается Но мы не сдаемся, еще не вечер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нельзя. Как бы не надо, я сказал. Чего? Потому что не надо. И что, вас запрещают вам фотографировать? Запрещаю. Да не может такого быть. Я, по-моему, свежий говорю. О, отлично. А пошла, можно сфотографировать? Нет. А что? Занимайся ерундой. С какой ерундой. Чего вы как дикие какие-то, посол, нельзя. Что за дикальство какое-то? Каждые две минуты задача делать фотографии. Пока реально в кроме котиков ничего не попадалось. Да, 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 да. Именно такое. Ты с фотошопом дружишь? Ну, там есть инструмент такой, ты, грубо говоря, заберешь на фотографии пальцем и вот растягиваешь. Такое впечатление, что у тебя реально оно там растягивает. Но это реально круто. Оказывается, что я жестко забаянил с этим упражнением, с этим конкурсом, с этим челленджем по поводу фотографирования каждые две минуты. Кэнон это сделал раньше и сделал это на пять минут. Времечко, времечко. Всматриваешься в предметы с такой силой, что прям руки чешутся нажать на кнопку, столько видишь всего, казалось, не прикольного, но раньше двух минут нельзя. Это главное правило. Ужас. Сегодня такое некое задание каждые две минуты делать фотографии. Ну, то есть не стоя на месте, а ходишь, перемещаешься. Вот, сработал таймер здесь, в этом месте, поэтому, откровенно говоря, кроме людей интересного ничего нет. Нашел, аж нашел ритм неплохой и один портрет. Одна минута. Вот такой уличный портрет. Можно на меня? Все, удачи, счастливо. Пока. На улице определенно жарко, но это абсолютно не проблема. Скажите, пожалуйста, у вас 38? Здравствуйте, так что вы говорите, море холодное, да? А на каком море были? Да в Коблик. И как там? Отстой? Да, лучше не ехать. Блин, только собрался ехать туда. А для того, чтобы получилась хорошая фотография, нужно не реагировать на камеру абсолютно никак. Нет, 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 нет. Нет, я поняла, ладно. Просто разговариваем, общаемся. Здорово. Не поправляй. Не поправляй вниз взгляд. Не поправляй. Знаешь, такое есть состояние завтыкать. Вот это оно. Если войти в доверие к человеку, то как минимум не дадут засохнуть. Добрые люди напоили водой, а мы включаем следующую двухминутку. И погнали. Да, там, кстати, есть серия одна интересная про автомобилистов. Мы вот точно так же делали фотографии в окнах машины, ну, хозяева. Вот. И, ну, получилось очень здорово. Если у вас есть время. Что там интересного? Все про уличную фотографию. Работа как праздник. Да, это творчество уже. Это творчество. Это подходит. Это да. Так что да. Хорошо. Спасибо большое. Пойду засекать следующие две минуты. Всех вам. Хорошо, счастливо. Здравствуйте. Микромагия. Я не подобенюча. Так кто такое вам сказал? Ты серьезно? Да ладно, это вам кто-то придумал такое. Не, правда. Нет, для того, чтобы хорошо получаться на фотографии, нужно всего лишь две минуты времени и все. Зайдите, посмотрите, чтобы у вас повысился уровень доверия. Я не говорю, что я не доверяю. Я не хочу. Вы думаете, что я таким образом знакомлюсь? Лензин Хрисис? Да, да. Это вы? Это я. Быстро фотографируемся, а я иду. О, вообще офигеть. Я стесняюсь. Это же не фото на документы. Я спешу. У всех людей реакция такая вот на камеру. У вас и съемка сразу идет, да? Ну, это на YouTube-канал. Если вы попадете с хорошей фотографией, я нехорошую не хочу выкладывать. Но мне очень хочется, чтобы вы попали, честное слово. Ну, блин, я не серьезно. Нет, нет, нет. Это очень важно выключить все. Все, все, я не хочу. Все, супер-быстрая, супер-короткая фотография. Ну, что ж, место мы испепелили, исчерпали. Ну, по моему скромному мнению. И засекаю следующие 2 минуты. Отлично. Отлично. Я нашел, я нашел хороший источник света. Ага, вот он. Хороший источник света, не очень прикольный фон, но, тем не менее, здесь можно попробовать кого-то поймать. А я же вас жду. Смотрите, какой свет классный. А я почему же вам купить? А здесь никого больше интересного нету, кроме вас. И вот теперь выходим на свет. Вот, отлично. Он еще лучше стал. Очень важный процесс перед фотосессией расслабить позвоночник и шею. То есть нужно шею влево-вправо, вниз-вверх. Медведь-шатун, знаете, где он шатается на месте, чтобы не этот самый. Ну, чтобы расслабить позвоночник. Попробуй сама вот, рассматривай. Вот, еще раз взгляд на меня. Супер было вообще. Да. Вот так вот записывают, чтобы не забыли. Отлично. Вот это вот, вот так вот надо подписываться на канал. Вот именно вот так вот. Пятерка. Ну что ж, погнали, следующие 2 минуты. Ну, короче, что-то поищем, не знаю. В кирпичах что-то интересное, какие-то образы. Такое. Вдоль и поперек одни кружочки. Определенно, это должны быть пожарные машины и пожарники. Ну, мне не хватило буквально, там, я не знаю, 4 секунды, чтобы к ним дойти. Но я думаю, что это не будет считаться большим преступлением. А можно я машины пофоткаю? А тут капец. О, отличная заставка на рабочий стол. Люди в основном интересны, ну, вы, навряд ли, там, нельзя фотографироваться. В шлеме сфотографироваться, а можно хоть себе в шлеме сфотографироваться? А с кем это согласовывать надо? Выглядит странно, да, со стороны, я верю. Селфи в каске пожарника, done. Я думаю, что это будет самая жирная точка сегодняшнего дня. Ой, а можно вас не убегать? Вы можете сделать то, что вы хотели сделать, но просто, ну, просто свет вечерний я бы вам сделал. Ну, я, наверное, не фотогенична, вы знаете. Кто вам такое сказал? Ну, я так думаю. Это вы так, вы что, не фотографируетесь? У вас нету инстаграма, я не верю. Ну, инстаграма нет. Да ладно. Честное слово. Нужен срочно отражатель, я его только выложил. О, вот что у меня есть. Только у меня с позированием тоже не айдет. Так это же, вы понимаете, это же задача фотографа, это не проблема модель. Для начала я расскажу, как это обычно происходит. Это происходит в процессе беседы. И всегда, ну, по крайней мере, я всегда стараюсь начинать без улыбки. Потому что улыбка, она, как правило, вначале такая немножко навигранная и неестественная. И вот прям просверли взглядом объектив, чтобы пошла трещина. По объективу. Хорошо, здорово. Ну, все. Спасибо. Спасибо. Чего не сделаешь ради хорошей фотографии. Даже отражатель идет в ход. И, кстати, очень даже помогает. Главное не сдаваться и главное искать методы. Ну, без него здесь реально бы никак не обойтись. Я просто фотографирую кирпичи. Подходит очередная двухминутка. Как я же себя снимаю. Отлично. Приятно послушать людей на улице, которые разговаривают так же, как и я, сами с собой. Ну, откровенно говоря, когда снимать нечего, то достаточно сложно. Никто не говорил, что будет легко. Это интересная штука. Это интересный квест. Это интересное задание. В первую очередь. Можно, конечно, так прям жестко не относиться к этим двухминуткам. Ну, то есть, понятное дело, что придерживаться каких-то правил. И в этом есть определенная штука. Ты начинаешь мыслить по-другому. Ты начинаешь искать то, чего другие люди не находят. И, по большому счету, ты начинаешь быть похожим на охранника, на телохранителя. Потому что они тоже смотрят по сторонам, рыскают и высматривают какую-то потенциальную опасность. С нашей же стороны мы выискиваем потенциальную интересность. На улице жира, вы в этой шубе, вы что, прикалываете? Тут холодно. А можно этот коридор себе сфоткую на памяти? Нежелательно вам сейчас фотографировать. А, 5-20, у нас фотографирование. Я коридор фотографировал, а вы внезапно вышли. Хотел спросить, с кем можно поговорить насчет... Ни с кем. Как ни с кем, а руководство? Руководство нет. Руководство это я. Каз утра, кто здесь есть? Какой-то там директор? Я, это директор. В очередной раз дают доказательства, что охранник это просто начальник мира, это президент вселенной, и он распоряжается всеми и всяк. Вот и подошла к концу наша двухминутная двухминутка. 20-разовая двухминутка. Не знаю точно, сколько раз я отсчитывал две минуты. Но, в принципе, готов подытожить. Для меня это был в первый раз такой челлендж. И в этом есть определенный смысл. Во-первых, это самодисциплина. Это то, что тебя заставляет каждые две минуты останавливаться и искать что-то интересное в радиусе твоей остановки. И что усложняло мне задачу, это фиксированный объектив. Не было возможности зумировать, не было возможности приблизиться к объекту, ну, настолько, насколько хотелось. И это сильно усложняло задачу. Но я не жалуюсь, я наоборот, это наоборот интересно. Ну, вот реально, у тебя есть вот камера, у тебя есть определенный объектив. Пожалуйста, давай работай, вставай и снимай. В общем, друзья, такой эксперимент и такой опыт имеет место быть. Нужно его проводить. И вылазка на улицу, это лишь в очередной раз доказывает, что снимать здесь даже, казалось бы, в самых безнадежных ситуациях снимать есть что, находить есть что. Не всегда, конечно, это красиво, когда ты стоишь посреди асфальта и тупо снимать нечего. Но, тем не менее, это заставляет тебя думать и шевелиться, даже в такую вот 35-градусную жару. С вами был ваш покорный слуга. Всего хорошего. Вставай и снимай. Субтитры сделал DimaTorzok